МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержать национальную команду Германии приехали канцлер Ангела Меркель и глава государства Йохим Гаук. Также на стадионе присутствовал Владимир Путин. Как известно, следующий чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Болельщиками сборной Аргентины стала семья Дэвида Бэкхэма, бразильский футболист КК и легенда мирового футбола Пеле. Также финальную игру посетили другие известные футболисты Матераци, Матеос, Коновара и Вьери. Главный матч турнира, финал, порадовал всех ценителей и любителей футбола красивейшей игрой. Команды сделали равное количество ударов в створ ворот по 10. Однако немцы владели мячом чуть больше, с 60 на 40. Первый тайм подтвердил, что команды заслуженно вышли в финал. Аргентинцы, которых критиковали за скучную игру, в этот вечер были на высоте. Несмотря на многочисленные попытки Бундестима распечатать ворота Ромеро, защитники и вратарь небесно-голубой команды не пропускали голов. Но аргентинцы не засели в обороне и также активно атаковали. На 30-й минуте Гонсало Игуаин вырвался вперед и отправил мяч в ворота. Однако этот гол не был засчитан арбитром из-за положения вне игры. Без травм в первой половине встречи также не обошлось. Кристоф Крамер после тяжелого столкновения со скелем Гараем получил серьезное сотрясение, после чего так и не смог оправиться. Вместо него на поле появился Андре Шюрле. Во втором тайме на поле вместо Лавеси вышел Агуэра, который очень активно действовал как в нападении, так и в обороне. Но после неудачных действий он получил желтую карточку, как Хавьер Маскирана, который также практически не давал шансов игрокам сборной Германии пробиться к воротам Ромеро. В конце тайма Йохим Лев сделал замену, которая вскоре решила исход матча. Рекордсмен Мундиали Мирослав Клозе покинул поле, а вместо него появился 22-летний перспективный игрок Марио Гетце. Основное время встречи закончилось ничьей. В экстратайме команды уже показывали более вялую игру, но на 113-й минуте полузащитник немцев Гетце открыл счет. В оставшееся время аргентинцы пытались забить гол, но немцы уже не давали играть, нарываясь на нарушение. В последние минуты матча шанс пробить штрафной удар выпал Месси, однако лучший игрок современности, завоевавший уже все возможные трофеи, кроме Кубка Чемпионата Мира, не справился с грузом ответственности и пробил выше ворот. Германия стала чемпионом мира по футболу 2014 года. После финального свистка радости немецких болельщиков и самих игроков сборной не было предела. В то же время подопечные Сабельи, пролив слезы огорчения, отошли в сторону вместе со своим лидером Месси и остались достойны стоять поодаль, уже более не проявляя никаких эмоций. Кубок Мира на церемонии награждения вручали в президент ФИФА Йозеф Блаттер и глава государства организаторов чемпионата Русеф Дилма. После бури оваций победители проследовали на пьедестал почета, где с высоко поднятой головой продемонстрировали свою награду. Не пропустите итоговый аналитический выпуск «Спортпро Бразилия-2014», следите за обновлениями наших аккаунтов в социальных сетях и любите футбол. Субтитры создавал DimaTorzok